За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. 13 человек умерли, 118 полностью выздоровели. Не просто складывается ситуация в Америке, где сейчас живет наш коллега Алексей Боровских. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу он рассказал, что с сегодняшнего дня карантинные меры там ужесточили. Здравствуйте, коллеги! Карантин в Калифорнии продлен до 1 мая и ужесточен, если раньше разрешались собрания до 10 родственников и до 6 человек неродственников, то сейчас это категорически запрещено. Чтобы вы понимали цифры распространения пандемии, то в 2009 году, в год распространения свиного гриппа, от него умерло 12 тысяч американцев. Этой цифры коронавирус достиг всего за 2 месяца. Сейчас уже 13 тысяч смертей на счету коронавируса. Губернатор Калифорнии заявил о том, что к середине мая закончатся места в больницах и госпиталях, поэтому спешным порядком за 2 недели один из крупнейших спортивных комплексов Sleep Train Arena в калифорнийской столице переделывается под госпиталь. Это даст дополнительно 400 больничных коек. Для кого война, для кого и мать родна. Те люди, которые не могли пробиться в медицинскую сферу, но имели медицинское образование и опыт, например, из бывшего Советского Союза. Сейчас это их шанс. Губернатор сказал, примем всех и отправим на борьбу с коронавирусом. Все получат работу. Если проблемы с визами, поможем, дескать, и с визами. То же самое наблюдается в некоторых других сферах. Дело в том, что не все американцы живут от зарплаты до зарплаты, хотя их, конечно, большинство таких, у некоторых есть накопление, они решают, что жизнь дороже и перестают ходить на работу. Для того, чтобы избежать цейтнота, крупные компании, государственные органы продолжают набирать людей. Так что это шанс сделать карьеру, как ни странно. Ужесточается контроль за состоянием здоровья. Например, если вы государственный служащий, введен новый протокол, вы должны каждый день мерить свою температуру. И при малейших симптомах коронавируса вы не имеете права приходить на работу. Вы должны брать больничный за свой счет. Если это подтвержденный случай коронавируса, тогда государство оплатит его. Продолжение следует...